В пятый раз в Сарове стартовали всероссийские соревнования по лжероллерам. Проверить силы и побороться за попадание на соревнования мирового уровня приехали спортсмены со всей России. Открыл соревнование гонка свободным стилем на 10 и 15 километров. Я уверен, что каждый из вас проявит свои лучшие качества, свой характер и покажет наилучшие для вас результаты. Давайте начнем. На соревнования заявились как юные, так и опытные и титулованные спортсмены. Перед стартом участникам выдали специально привезенные для чемпионата лжероллеры, чтобы создать равные условия для всех спортсменов. Цель соревнований не только выявить сильнейших, но и оценить уровень подготовки к предстоящему зимнему сезону. Лжероллеры являются подспорьем для лыжников. Особенно те территории, в которых поздно выпознает снег и мало приходится стоять на лыжах, это одно из средств подготовки к лыжному сезону. Чтобы показать наилучший результат, нужно быть не только в хорошей физической форме, но и правильно распределить силы на всю дистанцию. Немаловажно правильно проходить повороты, где можно выигрывать у соперников драгоценные секунды. По словам гостей соревнований, Саровская трасса сначала показалась легкой, но на гонке уже пришлось выложиться на 100%. Гонка оказалась очень сложной. Наверное, одним из критериев стало то, что очень жарко на улице. И второе, это то, что у меня только что закончился сбор 21-дневный, после которого я еще не успела отойти. И эти гонки здесь, на чемпионате России в Сарове, для нас это как простартовка, как соревновательная практика летом, которая обязательно нужна для лыжника зимой. По результатам первой гонки 4 августа на лыжной базе состоится гонка преследования классическим стилем. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.